Ленточку здесь не разрезают, разбивают молотками. Наноцентр привык сходу удивлять гостей. Но не только на создание внешних эффектов уходят силы. Напротив, львиная доля энергии резидентов направлена на созидание конкретных проектов, призванных нивелировать отставание страны в ряде наукоемких отраслей. Президент особо отметил это в своем послании Федеральному собранию. В 73-м регионе, к моменту, когда многим еще только предстоит начинать, в этом направлении сделан широкий шаг. Учитывая то, что губернатор Морозов подтвердил, что будут некоторые меры господдержки предпринимательства, мы надеемся, что наше помещение будет востребовано бизнес-сообществом. Здесь особо отмечается, это уже вторая очередь масштабного комплекса с прицелом как на ближайшее, так и на отдаленное будущее. В корпусах первой очереди появились окрепли и вышли в большой мир уже более сотни стартапов. Наноцентр, собственно, дал жизнь компании, подготовил инфраструктуру для развития стартапов, кроме того, предоставил место для размещения. Когда нам стало мало места в старом первом корпусе, где все начиналось, у нас здесь произошло расширение, площадь увеличилась в два раза, и специалистам есть где разместиться. Но помещение, проектное дело, лаборатория и производство – все это только оболочка, которая, конечно, ценна сама по себе. Но если наполнить ее грамотными специалистами, подобрать, вырастить кадры, способные креативно мыслить и перспективно созидать, ценность каждого модуля технопарка мгновенно возрастает на порядке. И не только технопаркам, предприятиям Ульяновской и Ульяновской области нужны десятки и сотни высококвалифицированных специалистов. У меня в руках указ губернатора, я только что сейчас его подписал, о некоторых мерах поддержки молодых научных работников и иных лиц, осуществляющих научную, научно-техническую деятельность на территории Ульяновской области. Здесь прописаны беспрецедентные меры поддержки, начиная от молодых ребят, которые учатся в школе. Затем студенты, а самое главное молодые ученые. Как результаты уже существующей региональной системной поддержки для перспективных специалистов, победы во всероссийских конкурсах, наблюдает за которыми ведущие компании страны, подбирают возможных партнеров и бесценные кадры. Валерий Кондаулов стал одним из лауреатов всероссийского конкурса «Инженер года». Я участвую в этом конкурсе в первый раз, и сразу вот получилось. Я считаю, что это очень важно. На самом деле современным ребятам важно не только получать финансовую мотивацию, но и признание, которое обеспечивает такие мероприятия. В нашем городе созданы прекрасные условия для того, чтобы плавно подняться по этой рейтенции, начиная с школьного образования, через вуз, через научную работу в спирантуре и для дальнейшего своего бизнеса. В течение 5-6 лет в капитальное строительство на этой площадке планируется инвестировать более полумиллиарда рублей, чтобы возвести еще 20 тысяч квадратных метров помещений, пригодных под различные нужды и соответствующие самым строгим требованиям потенциальных резидентов. Денег хватит, кадров хватит, места хватит. Результаты – всероссийскоизвестные разработки и серьезные научные и деловые проекты с мировыми партнерами. Металлокомпозиты – материалы будущего, производство двойного назначения. И в быту польза, и в оборонном комплексе – большой спрос. Мы являемся базовым предприятием Ульяновского нанотехнологического центра. То есть этот проект совместно реализуется Роснано с нашим нанотехнологическим центром и администрацией Ульяновской области. Естественно, у нас основная производственная площадь находится здесь, 1200 квадратных метров в соседнем корпусе. И в связи с тем, что мы уже не умещаемся в данных площадях, расширяемся. Если именно те меры, о которых там упоминалось, сегодня, по сути, поддержаны областью и губернатором, это говорит о том, что это действительно беспрецедентные меры поддержки молодой ученой мысли. И самое главное, что на все те молодые производства, которые здесь открыты, пойдут новые специалисты. И они останутся здесь. Рабочие места останутся здесь, налоги останутся здесь. Все это останется в России и будет работать на Россию.